Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Когда сыграют новоселье в Москве и Горках, глава Сочи стал инициатором встречи застройщика с дольщиками. Учение свет и профилактика ДТП. В Сочи водители общественного транспорта пройдут курсы безопасного вождения. Костюм из мусорных мешков или фольги неважно, а в наряде главная идея. Сочинские тосы активно готовятся к карнавалу. 4,60 – таков рекорд сегодняшних прыжков с шестом. В Сочи стартовал командный чемпионат России по легкой атлетике. За особые заслуги перед Отечеством Владимир Путин вручил орден Александра Невского губернатору Краснодарского края. Вениамин Кондратьев получил награду в Кремле. Глава региона удостоен ордена за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную службу. Губернатор заметил, что награда – это высокая оценка деятельности всего края и стимул для дальнейшей работы на развитие Кубани, чье будущее в руках нынешних школьников, которых Вениамин Кондратьев поздравил с последним звонком. Я хотел бы сказать в первую очередь слова поздравления выпускникам нашего края, для которых сегодня в жизни прозвучал их последний школьный звонок. Но это последний звонок в школьной жизни. И этот же звонок – начало их большой самостоятельной жизни, того огромного пути, который в жизни предстоит пройти. Я хочу им пожелать, чтобы они верили в себя, чтобы они верили в наш край, в нашу страну, в их руках будущее, большое будущее и нашего региона, и нашей страны. А в Сочи говорили о долгостроях. Сегодня на курорте 20 таких объектов. При этом с прошлого года из краевого перечня удалось исключить сразу 8 сочинских проблемных домов. Но почти 3000 дольщиков все еще ждут сдачи в эксплуатацию своего жилья. Среди них и покупатели квартир в домах на улицах Первомайская и Депутатская. Это жилищные комплексы Москва и Горки. Застройщик один – Анзор Пруидзе. С ним по инициативе главы города и состоялась встреча дольщиков. В одном зале глава города, представители полиции, сам застройщик и люди, купившие квартиры по предварительному договору 3-4 года назад и до сих пор не получившие документы собственности на жилье. Всех волнует один вопрос, когда высотки на улице Депутатской и Первомайской будут достроены на законных основаниях. В разряд обманутых дольщиков вы себя не причисляете. Пожалуйста. По одной простой причине. Я здесь. Каждый божий день я здесь. Если кому-то необходимы деньги за квартиру, заберите. Вы же этого не делаете. Дольщики действительно не хотят забирать свои деньги. Во-первых, на те средства сегодня уже ничего не купишь. Во-вторых, хотят жить на Депутатской в жилищном комплексе Москва. Поэтому, собственно, и вкладывали в начатое строительство. Но дома возводятся годами. Тем временем заканчиваются разрешения на строительство и их непременно нужно получать снова. Последнее продление было выдано до конца марта этого года. Более того, вопросы канализования, водоснабжения, теплоснабжения тоже до сих пор не решены. Когда вода холодная, горячая, канализация и лифты. Электроэнергия в доме будет в сентябрь месяц. Поэтому, если мы вместе с администрацией сможем ограничиться лифтами, пусконаладкой с дистанциализацией, сетями, и практически там все штукатурено, открашено, электрики заходят 5-го числа, мы в сентябре реально можем по документам ввести его в эксплуатацию. Эти дома числятся в перечне проблемных в краевом реестре. Но застройщик уверил, всех проблем нет и к 1 сентября высотка на депутатской будет сдана. Лифтовое оборудование оплачено на 50%, остальная сумма есть в наличии, будет передана поставщикам при установке оборудования. Конечно, люди устали верить обещаниям, но глава города заверил, что строительство многоэтажек взял под личный контроль. Хотя у муниципальной власти нет полномочий вести надзорную деятельность и как-то влиять на ход строительства. В следующий раз я приглашу сюда и энергетиков, и теплосети, и прокурору. Ну, они скажут, нет проблем, и мы строим, ради бога. Но я их приглашу. Поэтому мы обязательно, вот то, что касается сетей, мы обязательно возьмем на контроль. Вы сами сказали, у нас никаких проблем нет. Деньги есть, технические условия есть, надо теперь только построить. Изначально дом в микрорайоне Светлана должен был быть 20-этажным плюс один этаж технический. Но в процессе работы застройщик решил сделать из технической площади жилую и даже продал квартиры на 21-м этаже. Учитывая интересы дольщиков, администрация готова пойти навстречу застройщику и выдать ему откорректированное разрешение на строительство на 20-этажный объект. Но для этого необходимо откорректировать и проектную документацию, а также получить положительное заключение экспертизы. В этом вопросе также поможет Департамент архитектуры курорта в части проверки документов перед сдачей их в МФЦ. Такая же ситуация и с домом на Первомайской. Здесь также 17-й технический этаж будет живым. Застройщик в течение 10 дней должен разработать подробную дорожную карту по завершению строительства с четким указанием конкретных работ и сроков. Чтобы дольщики могли лично отслеживать, идут ли они по графику и при отставании сообщать в администрацию города. Считаю, что разговор довольно конструктивный состоялся. Обещания были даны конкретные. Поэтому будем дальше смотреть, еженедельно встречаться, контролироваться. Если вдруг что-то пойдет не так, значит будем вновь бить во все колокола. Встречи дольщиков с застройщиком и директором департамента строительства администрации города будут проводиться еженедельно, а с главой города раз в месяц. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Очередная новостройка и торговый центр. Быть или не быть. На заседании градостроительного совета эксперты рассмотрели целесообразность строительства новых объектов, проекты которых заказчики вынесли на рассмотрение городской общественности. На красивой картинке возвышается современный многоэтажный дом. На первый взгляд он даже вписывается в общегородской ансамбль и единый архитектурный стиль курорта. Но члены градостроительного совета на изображение смотрят не виртуально, а реально. Сомнения у специалиста вызывает место будущей стройки. Участок под новостройку расположен в пойме реки поселка Дагамысь. Поэтому у архитектора возникает сразу несколько вопросов. Планируют ли потенциальные застройщики проводить берегоукрепительные работы и учитывалось ли воздействие смерчевых ливней, которые достаточно часто выпадают в таких районах. Следующий вопрос, которым задаются члены градостроительного совета и глава города. Запланировано ли в проекте планировки территории строительство социальных объектов. Нам нужен этот совет исключительно для того, чтобы четко все рассчитать и сказать, если можно, то при каких условиях. Если можно, то где построим детский сад? Давайте во всем разбираться. Вот мое мнение. А дальше думайте. Пока я не вижу. Я спрашиваю один вопрос, а куда дети пойдут? Не знаем. Кто должен построить? Вы. Хорошо, мы. Но самое главное, их негде строить. Я вам могу сказать, что по Дагамысу у нас уже скоро четвертая смена пойдет в школе. То есть надо строить школу, надо строить детский сад. Если это мы не можем строить, то надо забыть о Дагамысе. Учитывая полученную информацию, члены городсовета сделали анализ и экспертное заключение. Дали специалисты заказчику и свои рекомендации. Пока у нас все-таки не будет документа по планировке территории с участием всех заинтересованных лиц. Это не значит, что их интересы будут удовлетворены. Но, по крайней мере, все увидят ясную картину, что есть, что можно, чего нельзя и что будет. Что нам нужно от эксперта? Четкое понимание того, к чему это приведет. Потому что та же Ольга Викторовна буквально недавно ко мне приходила и говорила, в Дагамысе построили два дома бездумно в пойме реки, да? А? Ну, так если вы же мне пришли и сказали, это делать нельзя, этого делать нельзя, что это приведет даже к экологической катастрофе. И вдруг мы опять рассматриваем. Еще одно строительство, но уже в Адлере, городу предлагает другой заказчик, решивший возвести крупный торгово-развлекательный центр на пустыре в районе аэропорта. В данном случае также масса недоработок и упущений. По общему мнению главы города Чулиновградсовета, застройщик не учел дорожную обстановку в районе и постоянные заторы. Новый торговый центр может стать причиной транспортного коллапса на и так сложном дорожном участке. На данном этапе предложенные городу проекты признаны сырыми и недоработанными. К таким проектам планировки подходить следует комплексно, подчеркивают члены Сочинского градостроительного совета. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ Сегодня в начале 4 утра в районе курортного городка произошло ДТП со смертельным исходом. Мини-вэн врезался в бортовую газель, перевозившую свежий хлеб. По предварительным данным, 45-летний сочинец, управляя автомобилем Mercedes Vita, не соблюдал безопасный боковой интервал и столкнулся с газелью под управлением 28-летнего сочинца. Тот двигался в попутном направлении справа. В результате ДТП водитель хлебовозки скончался на месте. Водитель мини-вэна в больнице. По факту ДТП проводится проверка. Ну а тем временем в Сочи открылись бесплатные курсы по безопасному вождению. Занятия проходят на территории муниципального автопарка «Сочи Автотранс». Проект организован городской госавтоинспекцией, мэрией и представителями автопрома. Чему научат, расскажет Татьяна Говоркова. В Россию эта программа пришла в 2014 году. За три года правилам и культуре вождения обучились больше 7 тысяч человек из 13 регионов. В этом году Академия безопасного вождения проводит свои курсы в трёх городах России – Грозном, Казани и Сочи. С каждым годом мы расширяем программу. Мы адаптируем её под дорожные и климатические условия России. В этом году мы немножко меняем спектр направления Академии. Мы предоставим обучение водителям социального транспорта, водителям школьных автобусов. Данные тренинги пройдут в трёх городах летом. Совместный с мэрией и ГАИ проект автодрома направлен на совершенствование навыков безопасного вождения и на комплексную подготовку молодых водителей, так как обучения в автошколах не всегда достаточно. Краснодарский край находится на 12-м месте в рейтинге регионов. Всего в 2016 году произошло 448 ДТП с участием водителей со стажем до двух лет, в которых 582 человека пострадали. Наблюдается рост, если смотреть аналогичные периоды прошлого года. Среди основных ошибок, из-за которых происходят аварии, неумение выбирать скоростной режим, несоблюдение дистанции и потеря внимания. Курсы полезны и тем, у кого уже большой водительский стаж, и на практических занятиях – те, кто уже не первый год за рулём. Одна из задач для водителей – проехать по заданной траектории и попробовать написать смс. Правда, не по трассе, а на территории муниципального автопарка. Это вождение показало, что незнакомая дорога, незнакомый автомобиль – это становится ещё большим отвлекающим манёвром, и, конечно, набрать текст практически невозможно. Поэтому не пользуйтесь телефоном во время движения. На практических занятиях учат не только внимательность. И здесь расскажут, почему так важно пристёгивать ремень безопасности и как это делать правильно, как вести себя в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге, как контролировать пространство вокруг автомобиля и совершать экстренное торможение. А новинка в этом году – упражнения по обгону. Почти четверть ДТП совершаются из-за нарушения, а порой и незнания водителями правил обгона, маневрирования, а также местонахождения так называемых «слепых» зон. Этим темам в Академии посвящают отдельные блоки упражнений. Как не допускать ошибок на дорогах, здесь рассказывают и показывают профессиональные тренеры – победители российских и международных автосоревнований. Обучающие тренинги пройдут четыре дня. На курорте прошло расширенное заседание антитеррористической комиссии. Повестка дня – обеспечение безопасности с учетом наступления высокого летнего сезона. На что стоит обратить особое внимание ведомствам города, узнаем из следующего сюжета. Основная ответственность за безопасность гостей и жителей ложится на плечи правоохранительных органов и спецслужб. Также этим летом к ним присоединятся представители ДНД и казачества. Обязательные антитеррористические меры должны действовать и на объектах размещения. Каждый гость должен пройти обязательную процедуру регистрации. Впрочем, какими-то неудобствами курортникам это не грозит. Регистрировать их в органах миграционного контроля должны представители служб в средствах размещения, предоставляющие им услуги. В противном случае отельеров и владельцев гостиниц ждет штраф – 750 тысяч за каждого человека. Как только появился гость, записываете ему, предоставляете место в отеле, в гостинице, в мини-гостинице. Немедленно информация, то есть паспорт его должен уходить в полицию. Вот в данном случае миграционное дело. Необходимо активизировать работу по обеспечению безопасности в местах массового пребывания людей. Особое внимание здесь уделяется пляжам, на которых должно быть усилено патрулирование с привлечением ДНД и казаков. Каждая пляжная территория будет у нас обеспечена камерами видеонаблюдения. С глубиной архива более 30 суток. Всего более 530 камер будет в городе Сочи. Тревожная кнопка сигнализации, система оповещения и охрана. В части подготовки самих пляжных территорий на сегодняшний день водолазное обследование проведено в полном объеме на всех пляжных территориях. Обучено 622 спасателя. Также на особый контроль взяты все детские лагеря и санатории. До 31 мая каждый объект должен получить всю необходимую документацию, иметь договор на обеспечение безопасности с полицией. Большую ответственность возлагают и на общественников. Важно знать людей на местах, держать в поле зрения все подозрительные квартиры, своевременно реагировать на появление новых лиц. Жители и гости курорта также должны сохранять бдительность и при возникновении подозрительных ситуаций сообщать по телефону номер 2. Галина Моисеева, телекомпания «Катры 2». На высшем уровне, так оценила вице-премьер России Ольга Голодец, организацию пятого национального чемпионата WorldSkills молодые профессионалы, прошедшего в Краснодаре. Итоги соревнований обсуждали на совещании президента России с членами правительства. Ольга Голодец отметила, что за звание лучших боролись 960 финалистов по 113 компетенции. Также добавив, что WorldSkills стал хорошей обучающей образовательной площадкой для детей и молодежи. Чемпионат прошел на очень высоком уровне. Мне сразу хотелось бы отметить работу губернатора и его команды. Кондратьев действительно сработал хорошо, и это получилось яркое событие для всей России. За время проведения чемпионата 125 тысяч детей, прежде всего из Южного федерального округа, не просто посетили площадку и посмотрели на соревнования, но у них тоже была возможность попробовать поговорить с ребятами, встретиться с экспертами. Напомню, победители теперь будут отстаивать честь страны в составе команды России на чемпионате мира WorldSkills 2017 в Абу-Даби. Утепляют стены, обшивают потолки. Дом культуры в микрорайоне КСМ совсем скоро отметит свой второй день рождения. Здание, построенное еще в советское время, долго пустовало. И сейчас во всех помещениях ведутся ремонтные работы. Кто финансирует восстановление Дома культуры и когда пройдет торжественное открытие, расскажет Елена Всецына. Дом культуры в микрорайоне КСМ был возведен в период всесоюзной стройки в 1976 году. В советские годы учреждение явилось центром притяжения талантливых людей. В стенах здания свою работу ввели десятки коллективов художественной самодеятельности. Но во время перестройки здание закрыли. Долгое время оно находилось под замком. С идеей восстановить кузницу культуры выступили местные жители. Глава города Анатолий Пахомов идею населения поддержал. И в марте 2017 года в Доме культуры начались ремонтные работы. Сегодня выделено 3-4 миллиона и дают по мере того, как происходит работа. Прошел месяц, закрывают формы, оплачивают деньги. Но здесь уже есть еще такая больная тема, что сегодня население 3 раза прибавилось. И требуется еще дополнение. Но я думаю, что после того капитального ремонта, который мы проведем, у нас есть еще возможности прибавить к нему помещение. Сейчас в здании полным ходом ведутся ремонтно-отделочные работы. Сотрудники подрядной организации утепляют стены, обшивают потолки, устанавливают железные конструкции. Центр национальных культур. Именно такое название присвоено бывшему Дому культуры. Здесь работа будет висеть по многим направлениям. От художественного до хореографического. Руководство учреждения планирует привлечь молодежь не только с микрорайона Косеев, но и с ближайших Сеул. Я вижу, что будет хорошая перспектива, очень хорошая будет. Так как молодежь в сегодняшний день стремится к спорту. Будут шахматные эти шашки, будут самбо, будет борьба, бокс. Все, все, все буквально для молодежи. Ремонт здания – это полторы тысячи квадратных метров – обещают закончить в конце сентября. Праздничное открытие уже запланировано. Оно состоится в первых числах октября. Елена Овсецина, телекомпания «ФКТ». В ближайшую субботу, 27 мая, Сочи открывает летний сезон праздничным карнавалом. Участие в шествии «Карнавал лета» примет более трех тысяч человек. Сотни творческих коллективов, представители гостиниц, санаториев, учреждений образования, здравоохранения. Возглавят карнавал главные герои сказочной повести Льюиса Кэрролла, Алиса и Шляпник. И неспроста. Тема праздника – шляпный карнавал. Разнообразие головных уборов готовятся продемонстрировать и сочинские общественники. Толсовцы, домкомы и представители квартальных комитетов прошествуют от площади Зимнего театра по Курорному проспекту до площади Южного Мола в одной из 30 колонн. К карнавалу все 66 территориальных отделов самоуправления готовятся вместе. Шлют наряды и шляпы из подручных материалов. Вход идут даже целлофановые пакеты. Мы будем использовать все, что только найдем, чтобы это было красочно, весело и с доступных средств. Я очень рада, что такие мероприятия проводятся у нас в городе Сочи. Я думаю, это очень привлекательно не только нам, но и гостям нашего города. И я хотела бы, чтобы очень больше людей об этом узнало и приехали к нам на карнавал. Это яркое зрелище, яркая демонстрация наших способностей, самодеятельностей, в общем, единения и готовности нашего города к уроку сезону, к встрече наших дорогих гостей. Мастерство и фантазию участников карнавала оценит компетентное жюри, в которое войдут работники администрации, журналисты и почетные гости. Выбор лучшей колонны состоится на площади у гостиницы Сочи Плаза на Платановой аллее. Суть в том, чтобы все вышли с замечательным, хорошим, добрым настроением, чтобы гости нашей солнечной столицы Сочи увидели наш доброжелательный дух, наше внимание и нашу радость. Все 66 тосов откликнулись, и я думаю, что наша колонна будет многочисленной, более 120 человек. А завершится праздник галоконцертом на Южном Аллу в 21.00. Посмотреть концерт можно будет и на больших экранах, установленных в центре города. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Успех – это не дело случая. Успех – это процесс управления событиями жизни. И ему можно научиться. А в этом уверен успешный бизнес-тренер и оратор Радислав Гондопас. Секретами лидерства он поделится в Сочи на новом тренинге «Скрипты и алгоритмы успеха». Радислав Гондопас из года в год возглавляет все тренерские рейтинги, является автором шести книг по ораторскому искусству. В программе нового тренинга такие темы, как принципиальное отличие системы ценностей успешного человека от системы ценностей неуспешного, методы повышения дохода, пять опорных принципов успеха, авторский алгоритм «Всегда говорит да» и принципы воспитания успешных детей. Встреча пройдет 2 июня на площадке «Хаят Риджинси», начало в 10.00. Уточнить детали можно у организаторов по телефону 2-957-867 или на сайте мероприятия www.businessdrive.ru 4 метра 60 сантиметров – таков рекорд сегодняшних прыжков с шестом. В Сочи на стадионе Центра спортивной подготовки «Югспорт» проходит командный чемпионат России по легкой атлетике. Командный чемпионат России по легкой атлетике проводится в Сочи на нескольких площадках – в Адлере, на стадионе «Юность» и на Центральном стадионе. Принимают участие более 600 спортсменов. Это сильнейшие команды из регионов России. Погода сегодня нас радует, сами видите, тут дожди заливали, а тут солнышко выглянуло, спортсмены довольны все. Сейчас посмотрим, как будет по результатам. Ребята все в принципе в кондиции. Большинство лидеров нашей сборной здесь как раз выступает. Повторюсь, что это только начало сезона, поэтому ребята, так скажем так, пристрелочный старт. И это первый старт нашего летнего тура, который будет в связи с отсутствием международных стартов, за исключением 10 человек, которые получили индивидуальный доступ, допуск. Первый день соревнования в прыжках в шестом выдался солнечным, но немного ветреным, что мешало некоторым спортсменам взять запланированную высоту. Одни сходили в дистанции, взяв высоту 4,20, другие преодолели 4,40, а вот Анжелика Сидорова замахнулась на 4,70, но остановилась на 4,60. В этот раз не справилась, хотя может прыгать гораздо выше. Сама говорит, сочинский результат не показал мою готовность. В принципе, я удовлетворена с сегодняшними результатами, поэтому не могу сказать ничего плохого. Да, там сегодня чуть-чуть подобрали шестый, потому что первый старт, опять же, всегда так, каждый год начинаем. Для многих лидеров легкой атлетики этот турнир станет первым серьезным испытанием в этом летнем сезоне. У нас есть две подруги, они тоже прыгают в шестом, они постарше, они участвовали в чемпионате России. Нам очень понравилось, как они прыгали. Жаль, что у них не получилось то, что планировалось. А так, нам очень понравилось, как прыгала Краснова Ангелина и, конечно, Анжелика Сидорова, чемпионка Европы. На стадионе Центра спортивной подготовки «Югспорт», а также в Адлере соревнования продлятся еще и завтра. Тогда и будет определен победитель. В прошлом году в командном зачете победу одержала сборная Санкт-Петербурга. Ну и в завершении выпуска информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.